С Байкали опять зацветет. Так охарактеризовал итоги своей поездки по региону известный писатель, публицист, политический и общественный деятель Александр Проханов. После поездки по районам он встретился с известными творческими и общественными деятелями Читы. О своих впечатлениях, о том, какие они главные герои его романов, писатель рассказал и нашей съемочной группе. Вся его жизнь — это написание романов. Заканчивается один, тут же зарождается другой. Общественный политический деятель, писатель, публицист Александр Проханов стал известен еще в советские годы. Работая корреспондентом и редактором различных газет, он много времени проводит за границей. Афганистан, Никарагуа, Камбоджа, Ангола — лишь некоторые из них. Герои его произведений — люди разных профессий. Архитекторы, военные, рабочие. Но все они борцы за свои идеалы и красоту, энтузиасты. Все меняется с развалом СССР, когда Прохана становится ярым противником новой власти. На поверхности вылезли какие-то упыри, какие-то тайные существа. Люди, для которых самое главное — чистоган, деньги, себя любцы, считающие, что если ты богач, то ты и прав. А если ты не скопил миллиона, то ты и говорить с тобой не приходится. И в моих романах появились вот эти вот уроды, такие уроды, которые наводнили мое общество. В Завайкальский край писатель приехал по приглашению губернатора. Но как раз встреч с чиновниками не было вовсе. Александр Проханов посетил несколько районов на юго-востоке региона, где живьем пообщался с фермерами, производственниками и пограничниками. Мой приезд сюда меня восхитил и поставил меня в тупик, потому что я не могу понять всего величия и красоты этого края. Я здесь увидел себя в древности, я видел своих предков, видел своих друзей по оружию. И главное впечатление от сегодняшнего Завайкалья в том, что этот край, по которому пришелся очень тяжелый удар после 1991 года, нанес этому краю рану. Были разрушены производства, ушли люди, погибло во многом сельское хозяйство. Эта рана зарастает. На встрече с известными общественными и творческими деятелями Читы Александр Проханов отвечал на самые разные вопросы. От «Как жить селянам?» до «Как вы относитесь к политике Путина?» И несмотря на то, что многие впервые видели публициста, первое общение произвело сильное впечатление на большую часть аудитории. Я вполне удовлетворен вот этой встрече. И, в общем-то, как-то сбылись мои давнишние, может быть, желания в этом смысле. Очень искренний и очень человек, болеющий за судьбы государства. Из Читы Александр Проханов отправился в Москву с собой в багаж. По словам известного писателя, он взял незабываемые впечатления о забайкальской природе. А главное – о людях, которые обязательно вдохновят его на создание новых произведений. Где, как и раньше, главные герои – это энтузиасты и борцы за красоту и свои идеалы. Зарик Тобатуев, Фатна Серли, Вести, Чита.